и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео мы с вами поговорим на тему которая будет являться своеобразным связующим звеном между более подробным анализом событий связанным с украиной и темой связаны все таки с политикой как ни страна армении почему я решил провести тире запустить видео которое я бы охарактеризовал как некий мост между двумя темами спросите вы но потому что есть интересные факты как без которых переход от одной теме к другой не совсем на мой взгляд будет верным о чем это я но прежде всего хочу ознакомить вас с всплывшим из небытия робертом качаряном и его заявлением по украине да дорогие друзья роберт качарян который скажем так представлял себя как другом путина а вдруг выплыл вновь он практически не выплывал в течение тех двух лет которые прошли с момента караха армянского радикального сепаратистского настроения назовем так тире политики но вдруг он всплыл и что же он начал говорить в связи с событиями в украине конечно же как любой сторонник сепаратистских течений он тут же начал говорить о важно стиль любого акта обратите внимание осуществление права наций на самоопределение во первых набор слов единственное что понятно что он ставит за основу именно права народов но не права государств частью которого и являются эти народы интересно но дело не в этом дело не в этом дорогие друзья потому что это бы никого бы не удивило но вот дальше вроде бы переживая за украинцев в так называемых днр и лнр в кавычках он дальше продолжает обращаясь уже к правительству армении к тому самому которое он обещал уничтожить выводя армянский народ на улице вдруг он обращается к армянскому правительству говоря о необходимости поддержать вот здесь крайне важный аспект армян украины подождите дорогие друзья неужели в украине нету других наций включая украинцев русских там оказывается проживать только армяне но понятно роберт качарян судя по моноэтничности своей страны на территории котором проживает хотя вроде бы представлял себя другом путина но не будем об этом не будем об этом дорогие друзья а продолжим о его высказывании о необходимости поддержки и вывоза армян украины в армению интересно у меня вопрос к россиянам даже не к россиянам а к русским как вы относитесь к заявлению роберта качаряна что его не интересует судьба русских проживающих в украине вот такой простой вопрос такой же вопрос хотелось бы задать тем кто в россии считал его другом и среди русских кто считал его другом вот это однобокость в отношении оказали поддержки части населения украины имеющие в этническую составляющую тире армянскую как вы к этому относитесь что это если не форма нацизма гендерной тире генетической гендерной несовместимости если говорить научным языком когда одну нацию точнее сказать ее гены ставят выше других когда жизнь одной части украинского народа ставят выше других вопрос интересный но не будем останавливаться и на этом некогда сторонник роберта качаряна из таких же радикальных организаций как и сам роберт жирайра софилиан представитель осолы кстати в молодости как минимум говорит обратно он говорит обращаясь к армянам уже россии о том чтобы они не воевали в украине интересно знаете я скажу очень удивительную вещь видимо жирайра сифилиан судит по своим бандитским понятиям но как гражданин россии кем бы он не был по национальности может изменить своей родине где он родился пускай даже он не согласен с ее действиями в корне не согласен человек который сейчас придает родину где он родился россию завтра он придаст свой народ с такой же легкостью это мое мнение я бы мог бы понять если сифилиан приказал это там были бы некоторые моменты да под знаком вопрос не воевать армянам россии против армении если такая война была бы еще можно было бы хотя бы косвенно это понять хотя опять таки это граждане россии и для них важнее все таки в большей степени интересы россии интерес азербайджанцев или армян в россии но все зависит какой народ он представляет являясь гражданином российской федерации но здесь война в украине опять-таки я против вторжения российских войск на украину но если азербайджанец гражданин россии дал присягу нарушать ее крайне проблематично я могу понять чтобы он бы призвал не совершать преступления против мирных жителей это да потому что война это не убийство мирных жителей который допускает часто так как мы сейчас это видим российские вооруженные силы за что видимо шойгу по мнению израильской разведки и взят сейчас в оборот российской правоохранительной машины преступления и война это все-таки до схожие понятия часто они имеют общее пересечение но это не одно и то же русские солдаты спасали немецких детей но были русские солдаты которые убивали даже невинных немцев это тоже было много мало но было многих из них потом судили это тоже было но это преступление это реальное преступление давайте послушаем как же все таки сифилиан обращается к армянам россии заранее хочу предупредить что первую часть роликов говорит на армянском без перевода в дальнейшем уже глава данного канала переводит его дальнейшую речь давайте приступим я призывал призываю и буду призывать проживающих в россии наших мужчин чтобы они нашли способы уклониться от службы и не идти на фронт народ это не наша война нужно найти способы если вы поставите себе такую задачу то найдете их бог наградил наш народ такой способностью но вы все видите мы каждый день а способностью отмазываться придавать очень интересное признание от жира и рассефеляна умение хитрить подлечить об этом говорит жира и рассефелян так он относится к армянам россии интересно россияне слушайте внимательно это говорит армянин об армянах день слышим об армянах среди погибших конечно это трагедия не нова как было столетиями сегодня мы вновь свидетели этого на протяжении столетий армяне сражались в летах воевавших но против другой империи мы это видели менее 40 лет назад в ирано-иракской войне сейчас наблюдаем то же самое во время нынешней войны когда мы наконец должны превратиться в политическую нацию если есть возможность уклониться сделайте я считаю мы живем в такие времена когда можно спокойно уклониться что ж дорогие друзья вы сами все услышали для армян нету родины по мнению жира и рассефеляна армянина родившийся в ираке не должен придерживаться интересов и рака армянин родившийся в иране не должен придерживаться интересов ирана армянин родившийся в россии в сша они не должны придерживаться интересов своих стран что это если не предательство и это признание армянина. Мне нечего добавить. Единственное, что сейчас мы перейдемте с вами к последней ссылке в данном видео, а затем я подытожу видео и уже в следующем видео мы с вами поговорим о политике, о ситуации в Украине. Но давайте перейдемте к последней ссылке. Погибший 28-летний контрактник Ишхан Аганян был родом из Карабахского города Чартар. Но прежде всего радует, что не из Арцахского города, хотя бы написали на проармянском сайте, который находится в российском сегменте интернета, уже немножечко радует. Нет, меня не радует смерть человека. Если бы это был бы просто человек, просто армянин. Но ведь это не совсем так. Мы с вами видим фотографию, которая явно была сделана не так давно. Данный армянин прекрасно себя чувствовал и находился возле албанской церкви, которую армяне называют армянской. То бишь в Карабахе. То бишь, скорее всего, он тоже был участником 44-дневной войны, на самом деле для Азербайджана отечественной, в которой погиб другой его старший брат. Вернее, супруг сестры, если быть точнее, не брат. Окупанта, участника оккупационных войск пуля нашла вне территории Кавказа. Интересный факт. Не находите? На этом я с вами, пожалуй, попрощаюсь, дорогие друзья. И еще раз хочу констатировать некоторые моменты. Это прежде всего, как Роберт Кочарян по неволе признал в том, что для него важна только жизнь армян, как он лицемерно в этом признался. Другой герой данного видео, Жерай Рассифелян, признался в главном качестве армян, это в продажности, того места, где армяне, их предки рождаются. Интересно. Ну и третий момент, это вот данный молодой человек, который воевал явно во Вторую Карабахскую, но пуля его нашла вне территории Кавказа. На этом все. Не забудьте подписываться на канал, проверять подписку, потому что YouTube любит шутить, нажимать на колокольчик, ставить лайк либо дизлайк, кому как будет угодно. Обязательно оставьте несколько комментариев, так как все то, что я перечислил, продвигает, скажем так, данное видео в такой соцсети, как YouTube. В такой сети, как YouTube. То есть, больше количества народу сможет это видео увидеть. Также я хочу напомнить вам, чтобы вы делились ссылками в соцсетях, приглашали друзей и знакомых. И последнее, что хотелось бы вам напомнить, что под видео, как и всегда, я оставляю не только ссылки на статьи и видео, которые использую в своих видеороликах, но также необходимые данные для финансовой поддержки работы канала, на котором вы сейчас находитесь. Не забудьте также подписываться на мой дополнительный канал, ссылку на который я также укажу. Всем до свидания, дорогие друзья. До свидания.